Этот прибор призван провести первичную диагностику за довольно короткий срок и довольно точно без применения дополнительных методов исследований. Своими глазами Эльдар Гелимудинов сегодня увидел, в каких условиях проживают пациенты, узнал, как проходит их лечение и пообщался с ними лично. Вот такие условия живут. Видите, приближенные домашние, родственники постоянно дома, друзья. Ну как это должно быть? Палитивным лечением. И телевизор. Телевизор, холодильники, санкомната по доступной среде все обеспечено. Поддержку строительства хосписов в России. В этом году депутаты хотят принять законопроект, благодаря которому появится возможность бесплатно арендовать землю под их строительство. Но прежде чем принять этот закон, необходимо его детально продумать. Есть возражения, связанные в плане, а если они будут использовать эти земли не по назначению, построят объекты сначала к хоспису, а потом начнут там только какие-то платные услуги, не связанные с палитивной медициной. Вот мы должны сейчас искать ответ на эти вопросы. Я думаю, мы найдем именно юридически, как это все прописать, что вот этого не произошло. Просто необходим этот закон для того, чтобы мы все-таки не шли сзади всего мира, по идее. Везде это есть, везде развивается. А у нас в таком зачатом состоянии. У нас порядка 45 хосписов в России, понимаете? А если в Баварии 240 хосписов, только в Баварии, а территория, как в нашей Татарстане. По мнению Владимира Вавилова, в России необходимо развивать хосписное движение, потому что со временем палитивных пациентов становится больше. Этим летом в Татарстане стартовал благотворительный марафон «Строим хоспис вместе» для поддержки строительства второго хосписа, который будет рассчитан на 100 взрослых пациентов. А детское отделение, в свою очередь, расширит до 40 мест. На сегодняшний день уже собрано 3,5 миллиона рублей. Если вы хотите помочь, отправьте сообщение с текстом «Анжела пробила сумма пожертвований» на короткий номер 7715 до 30 августа. Регина Розакова, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.